Так, вес у нас 2,5 тарелки, главное не обосраться. Так, друзья, ну что, снова здравствуйте, с вами дядя Сережа, сегодня тренировка мускулов, но, наверное, сегодня будем рассказывать про мой, так скажем, мясо-мускулонабор, жирнабор, который прошел 2 месяца, на него плюс-минус отводилось, конечно, отводилось побольше, но мне, если честно, надоело. Этот жир, мне хочется уже какого-то побольше режима, потому что все-таки на таком наборе я переедал, скажу вам честно, процентов на 20-30, ну ладно, об этом все не расскажем, пойдемте сделаем подход, сегодня тренировка плеч, кстати. Фу, минуточка вашего времени, друзья, хочу порекомендовать вам канал Дениса, Lions Mod. Это спортивно-развлекательный канал, в котором дядя Сережа тоже принимал участие, и не только я, Миша Прыгунов и многие спортсмены. И один из форматов канала Дениса это челленджи, то есть нужно выполнить какое-то спортивное задание, если ты его выполняешь, то получаешь денежный приз, если не выполняешь, то какое-то неприятное наказание. Так что, друзья, подписывайтесь, поддержим молодой канал. Фу. Тренировки я использую на коленечке, они же на локотнике, это кто оставил здесь сегодня ролик Юльно, потому что веса достаточно большие. Задача была увеличить силовые показатели в некоторых основных движениях. Например, одно из них на плечи, это, получается, жим, хоть я не сильно, на самом деле, на него делал акцент, вот, но жим с митем мы, в принципе, вот на такой вес делаем достаточно уверенно, я бы, наверное, сказал. На грудные мышцы жимовые, так скажем, были жим лёжа и жим гантелей. Гантели самые большие у меня здесь нормальные, не кривые, 50 килограмм, и мне пришлось, приходилось к ним эспандерами наматывать дополнительные диски, и в итоге постепенно, постепенно я дошёл до 70 килограмм гантелей, то есть 50-килограммовые гантели, плюс к ним по 10 килограмм два диска с двух сторон. Выглядит это крипово, жмётся это так же, приходится вводить баланс, неудобно. Но, короче, так больше я делать не буду, я лучше буду прогрессировать в жиме штанги. Жим штанги лёжа я дошёл примерно, наверное, даже, мне кажется, переплюнул свои силовые показатели, которые были у меня, когда весили под 120 килограмм, когда я был здоровым, толстым, довольным дядька с большой рожей, когда я тренировался в клубе СКА, и тогда я пожал 200 килограмм где-то на раз, ну, достаточно уверенно. Примерно я сейчас приблизился к этим показателям, даже, наверное, я чуть-чуть сильнее, потому что я пожал 170 на 5. Уверенно, ещё парочку мне вытянули, то есть, в принципе, я думаю, что 70 на 6 я бы сам пожал. Это что касается упражнений на грудные мускулы. Бум-бум. Хотя они, если честно, у дяди Серёжи не в приоритете. Пойдёмте, сделаем ещё подход. Дядь Серёжи делает обратную пирамиду в жимовых движениях, это работает, это мне нравится. То есть, мы поднимаемся вверх до большого веса, делаем его порядка 60 повторений, и потом скидываем процент в 30 светом, и делаем ещё один сет на максимум, обычно это повтору 20, может быть, даже и 30. Вот, отдохнул, надо было отдохнуть минутки 4, тогда я бы сделал, наверное, повторов где-то к 20, потому что, если брать, например, мой проход к такому пару тренировок назад по жиму, получается, это было у нас 170 на 5.7, потом мы делали 150 на 13 вроде бы раз, или где-то так, или 12, и 110 на 30 повторов. Вот такая была обратная пирамида. Сейчас. Если, например, брать в упражнениях на спину, вот этот тренажёр, прекраснейший. Рычажок. Ну, как бы он прекраснейший, но хотелось бы на него побольше вешать, поэтому приходилось использовать опять свои инженерные какие-то таланты, и приспособить к нему какой-то нормальный вес, потому что на него вешается только 5 тарелок больших, а мне надо было делать 7. В принципе, шестую тарелку можно впихнуть, если снять резинку, ну, а седьмую тарелку приходилось уже прикручивать какими-то цепями. Тоже так всё конструкция, на самом деле, конечно, это не тренажёры, импульс и привет Игорь вдруг он глядит. Эти тренажёры надо, конечно, доработать. Они за ту стоимость, которая продаётся, ну, того не стоит. Если вы решили открыть зал, либо купить оборудование, то напишите, либо у дяди Серёжи смотрите ролики, есть в Инстаграме, на Ютубчике про тренажёры. Вот. И в итоге мы здесь дошли тоже нормального веса достаточно на спину. Второе упражнение на спину у меня, если честно, я как-то и не делал, потому что в этом движении, когда ты выкладываешься на максимум, там у меня уже забивался, помимо широчайшей, уже там и задняя дельта, и какие-то круглые мышцы, и трапеции чуть-чуть, и бицепс, когда ты его выкладываешь там по полу, полностью. На мышце ног было выбрано движение в тренажёре для приседа. Вот этот тренажёр для Серёжи выбрал для приседания, потому что приседать со штангой я не люблю и не буду приседать, я думаю. Я начал приседать в смите, используя лямки, потому что руки не заводятся за плечи у меня. Вот, но не суть. В итоге я сфокусировался на этом движении, и мы здесь дошли до 7, если не ошибаюсь, тарелок на стороне. Это, получается, 280, что ли, килограмм. Я столько уже делаю вес. Какой вес? Или я путаю? Или 260 я делал? Ну, короче, вес огромный, тяжеленный вес, и уже тренировка ног. Раньше я не думал, что это такая. Тренировка ног, она мне на самом деле нравится. Особенно квадрицепс. Мне есть какой-то кайф, но это прям борьба. Это борьба за жизнь. То есть ты делаешь, это отвратительно, это тяжело, это на грани жизни и смерти, но потом проходит 3-5 минут, и ты делаешь снова. Кайф. Здравствуй, дорогой дневник. Я снова с тобой. Ладно, поехали дальше. Так, по весу. По весу названия, я думаю, что в названии это будет, что я набрал, получается, 14 килограмм за 2 месяца. На самом деле я набрал 14 килограмм где-то за месяц, если быть честным. То есть такую цифру я видел после Нового года. Если вспомнить, примерно там какого-то 30-го, где-то ноября, за пару дней до соревнования, я где-то весил порядка 102 килограмм с копеечкой. И где-то 2 января я весил уже где-то 114-115 килограмм. И в принципе месяц плюс-минус, ну это было пиковое значение. А так, грубо говоря, за 2 месяца я набрал 14 килограмм. Конечно же, из этих килограмм большая часть воды, другая часть это жир. И еще одна часть это какие-то никакие мышцы. Потому что мы старались увеличивать силовой показатель, хоть этот промежуток достаточно небольшой. Но основной ориентир, помимо замеров внешнего вида, это насколько вы становитесь сильнее в определенном количестве диапазона повторений. Ни в одном, ни в разовом повторении. Разовое повторение это пауэрлифтинг. И это уже менее связано, конечно, с гипертрофией. Но если вы, грубо говоря, делали там 100 килограмм на 10 раз сжали, и потом проходит время, и вы жмете в той же технике, там 100 килограмм уже на 12-15 раз, или 110 килограмм на 10 раз, тогда, конечно же, вы спрогрессировали, и ваши мышцы стали чуть больше. Вот. Это один основной такой рычаг, так скажем, гипертрофийного рост. Есть еще разные, но пока об этом мы говорить, наверное, сильно не будем. В принципе, я вырос в целом, наверное, процентов где-то на 20. Вот такие. Это мои рекордные веса. Я где-то их не поднимал, то есть я ставил рекорды. И это приятно приходить, чувствовать силу. Но, конечно, профицитная калорийность, она мне не понравилась. Либо это курс, либо это совокупность всего. То есть после соревнований хочется гораздо больше есть. Плюс у меня РПП. Плюс я перестал парить эти гадкие противные электронки, которых дал и жене своей. Вот у меня кольцо есть, кстати, свадьба была недавно. Вот. Что я их после соревнований буду бросать. Для дополнительной мотивации у меня, в принципе, ничего про них в целом-то не говорилось. Вот. Но я сам понимал, что это ничего хорошего от этого не будет. Вот. Плюс соревнования и плюс подготовка к свадьбе. То есть куча факторов вот этих навалилась. Как-то мало хотелось снимать. Силы на тренировки есть были, но они такие. Такое состояние лениво. Хочется больше спать, больше есть. И в итоге я много ел, много спал. Конечно же, занимался. Я делал хорошие веса, отрабатывал фармакологию, отрабатывал тренировки и получил, в принципе, более-менее неплохой результат. Я, кстати, обратился к Ермаку. Это Вася, который готовит, получается, у нас классик физиков. Вот. И он мне накидал вот этот план тренировочный. Я его немного подмодернизировал. То есть у меня было тренировок чуть-чуть побольше. У меня был цикл примерно. Я занимался где-то жимовая. Тренировка с акцентом больше на плечи. И чуть-чуть грудь. И трицепс там был. Потом тянущая тренировка на мышцы спины, верха тела и ноги. И вот такой цикл. Потом день отдыха и по-новый. И такой цикл на 8 дней у меня был. Вот. Василий мне порекомендовал, ну, он мне написал план, в который включался две тренировки ног, две тренировки спины. А это все привязать к неделе. И одна тренировка жимовая, в которой были грудь, плечи и трицепс. То есть акцент на спину и ноги. В принципе, это плюс-минус. То же самое, что у меня было, но немного подсокращен объем. То есть убрана тренировка жимовая. Но в итоге я все-таки немного все это подмодернизировал под себя. Привязал к неделе. И у меня будет, наверное, две достаточно таких простеньких тренировки жимовых. То есть они будут, наверное, небольшую нагрузку на цена изумей. И две тяжелые, ну, как, относительно тяжелая тренировка спины и техничная тренировка спины. И тренировка МОК, которая будет у нас с большим акцентом на квадрицепс, которая будет тяжелая, и с акцентом на бицепс бедра, которая будет чуть попроще. Вот, то есть хочется накидать спину и ноги, чтобы они были здоровенные. Вот, вроде бы, вроде бы, мне кажется, что я потихонечку прогрессирую. Ну, в силовых показателях, в ногах я вообще вырос нормально. Потому что я не думал, что я такие веса буду делать. И здесь уже, на самом деле, у меня даже ноги-то справляются. А вот спина иногда начинает сдать. Поэтому я делал, например, в этом тренажере. Потому что с МИТИ я пробовал делать почти 4 тарелки со стороны. Вот эти 20-килограммовые. 150 килограмм там у нас было плюс-минус. И у меня в первую очередь застает поясница, нежели ноги. Вот, поэтому так времени много. Сильно укреплять поясницу у меня нет возможности. Я, в принципе, никакой особо не занимался. Потому что у меня там больше 150 килограмм. Там, когда весов-то и не было никаких. Вот. То с большими весами у нас остается вот этот тренажер. Жим ногами. Ну, и потихонечку в СМИТИ я так распроседаюсь. Просто на это нужно время. Не там пара, тройка, пятерка недель. А чуть побольше. Но вроде прогресс идет. Прогресс меня радует. Поэтому будем продолжать. Ладно, пойдем, поделаем махи. Продолжение следует. Так, пока ты видел, запишешь. Уже какой-то пес схватил и поменял мой снаряд. Ладно, что касается тренировок, в принципе, понятно. Что касается питания. Я хотел после соревнования сделать профицит порядка 300 калорий. Ну, я обычно трачу порядка 4,5 тысячи калорий в сутки. Во всем порекомендовал мне сделать порядка 400-500 калорий в день. И один чиндэй в воскресенье или какой-то день. Ну, и там в среднем вышло на 4,800. Но у меня, увы, так не получилось сделать. И я ел примерно в среднем, наверное, по 6-500 калорий. Когда-то я старался, впихивался в 4, в какой-то я ел 8. Короче, ел я так себе, если честно. Последние дни перед свадьбой я уже перешел чисто на ппшные продукты, чтобы хотя бы попробовать наесть, знаете, там, 4 тысячи калорий из каких-нибудь риса. И ел его килограмм где-то в день, чтобы хотя бы не хотеть жрать. Вот. Но у меня чисто не физический голод, конечно, а больше эмоциональный. То есть это вот эта психологическая проблема, с которой, про которую я тоже делаю ролик. он выйдет. И мое компульсивное переедание, когда я ем, 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 пока не становится плохо, и переживаешь, и потом винишь себя в этом. Мне казалось, что я буду достаточно получше держаться на диете. Но мне кажется, возможно, то, что я слез с никотина, поменялся курс, фармакология. Какой-то, может быть, маленькая там вот эта преподготовка свадебной всей истории. Вот. И как-то мне все время тяжеловато было держаться в питании. И сейчас я решил сделать себе челлендж. Месяц марафончика по уменьшению уровня жира, в котором надо будет сбросить 3-4 килограмма за 30 примерно дней. Именно жира, не веса. По весу, я думаю, уйдет раз в два больше. Либо там 4 сантиметра где-то в талии. Вот. Мне кажется, за месяц создать достаточно для меня комфортно, в среднем 1000 калорий дефицита, можно нормально подсушиться, и уже появится обратно пресс на венах. И форма, в которой мне нравится, пропадет вот эта гадкая противная какая-то история, какая-то мягкость какая-то. Очень хочется быть посуше. Стараться набирать прям вот по чуть-чуть, но лучше чистое мясо. и не стараться не набирать этот же... Не знаю. Мне кажется, что я смогу с этим справиться. Вот. Вы можете написать в комментариях, получится или нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! На этом надо тренировку заканчивать. Скоро придет подопечный, надо будет тренировать будущего парня с обложки. Вот. И дядя Сережа транспортируется домой, поговорим по фармакологии, и дальше по стартам, соревнованиям и так далее. Фум! Ума! Мяуталика! Вот такую розовую майку я решил по теме фармакологии рассказать. Тем фармакологии, я считаю, что если быть искренним с аудиторией, то нужно и быть искренним до конца. А то вот типа занимаешь, что-то набираешь. И тем фармакологии я сейчас с какого-то там, с 14-го что ли года, или когда я блог начал снимать, я ее не скрывал, что я употребляю фармакологию. И это мой выбор. И поэтому я решил быть на экзогенном тестостероне. Потому что те нагрузки, которые я даю, которые мне хочется себе давать, проезжать там по 50 километров на велосипеде через день, или там по 70 заниматься в зале еще, плюс-минус каждый день иметь какую-то форму, атлетичный, быть сильным и так далее, и так далее. На своем тестостероне, конечно, я приду к травме, к переутомлению, к перетренированности и так далее, и так далее. Поэтому тема фармакологии, она не скрывается. И тут я тоже не буду сочинять какие-нибудь дозировки, какие-нибудь микродозировки, либо какие-то, не знаю, фантастические. А здесь, конечно, все упирается в фармакологию, потому что фармакология качественная. Да и вообще, я сторонник, что нужно небольшое количество фармакологии, нужно ее отрабатывать. И если уже ты как-то прогрессируешь дальше, тогда, может быть, что-то увеличивается, если у тебя там увеличивается объем. Потому что, когда я говорю с ребятами, общаюсь и рассказываю там про свои дозировки какие-то, все как-то думают, что они очень небольшие. Потому что раньше лет, наверное, 10, может быть, 7-8 назад считалось, что эффективная дозировка того, что стерона это где-то там 600 мг, может быть, даже 700 мг на мой вес, был денон там 800 мг и так далее. То есть такие агроподозировки только одного препарата. Вот, у меня получается, самая лучшая фармакология, про бренд я вам говорить не буду, она в основном такая в ампулах. Так, фокус. Каждый препарат. Каждый препарат здесь получается, у него своя гравировочка, коды, проверки. То есть, и это не тот самовар, который здесь продается. Хотя вот этот бренд, раньше, когда в 17-м году я был, он там в центре острова продавал, сейчас приходится заказывать это все из Паттай, из Бангкока. Но не суть. И вот это то, что здесь самовар какой-то продается, там на спортивной улице, либо там плюс-минус там в каждой второй аптеке какой-то дают каталог British Dragon, либо MedTech, какие-то бренды, которые часто, вот ребят, которые на консультацию приходят, они пустые, там налит непонятно что, либо налит там вместо примбалан просто тестостерон, либо даже тестостерон, просто масло какое-то, налит, не знаю, кунжутное, абрикосовое. И все. У меня получается по курсу ампула тестостерон, 250 мг тестостерон на дат, раз в 5 дней. То есть 350 мг в неделю. Две ампулы примбалан, у меня ампула примбалан закончились, антики красивые, с тремя полосочками. Вот, увы, я вам их не покажу, они закончились, поэтому мне сейчас, кстати, другой курс. Две ампулы примбалана в неделю, это 200 мг препарата. Раз в 7 дней получается. Балденон 250 мг ампулка у меня есть, тоже, кстати, закончился, вот через несколько дней придет. Он тоже ампула раз в 7 дней, и также ампула получается нандролона. Нандролона, длинного нандролончика, либо, как ее любят называть, это дека, этот препарат, вообще, нандролоны, я обходил достаточно стороной давным-давно, и вот эти прогистинового ряда препараты использовал в основном только тестостерон, на основе его там балденон, и на основе там дегидротестостерона препараты, которые там мастерон, там примбалан, аксандролон, там санзал и так далее. То есть, основные, если делить препараты на какие-то группы рядов, то их будет 3, на основе тестостерона, на основе его балденон, это вот эти ДГТ-шные препараты, мастерон, примбалан, там и так далее, и так далее, и препараты прогистинового ряда, Это дека, короткая, длинная и все возможные эфиры тренбаллона И спустя где-то кучу лет у меня в курсе появился нондролон Длинный, я решил его поставить Это достаточно древний препарат, который хорошо исследован И в принципе с ним ничего нет страшного Просто мне как-то он не особо был нужен Но вот сейчас, так как веса большие Хотелось жидкости побольше в суставчике Чтобы минимизировать риск травмы В такой небольшой дозировке был добавлен нондролон Но мне кажется от него, либо от того, что я очень много ел Состояние было достаточно вялое Мне было тяжело вставать с утра Потому что обычно я там в 5 утра сам встаю Поехал на велосипеде, либо пошел делать кардио какой-нибудь Либо на тренировку То есть здесь прям приходится будильник передвигать, передвигать, передвигать И этот препарат я отменил И не знаю, буду ли я возвращаться к нему Попробую может быть короткую его форму Фенилпропионат Посмотрим в будущем В принципе и все То есть вот эти препараты у меня были 2 месяца на курсе Сейчас у меня только тестостерон и мастерон Но об этом будет у нас в отдельном другом ролике И хочу сделать небольшой такой период сушки Быстрый или не быстрый, как получится Короче, тот пару килограмм жира, которых набрал Хочу быстренько их сжечь И прийти к форме такой хорошей И уже набирать такую сухую мышечную массу Здесь просто все упирается в мое переедание Я вот как-то хочу найти какие-то вроде бы нахожу периодически Чтобы относиться к еде спокойно, как к топливу Чтобы мне иногда не получалось, что я начинаю есть все подряд Что касается соревнований, стартов Пока, если честно, особо непонятно Конец апреля есть вот в этой федерации, в которой я там выступал В Таиланде, в Бангкоке будет турнир Плюс какие-то будут в мае Денис Бажанов, с которым у нас ролик выходил Он вообще готовится в Китай Говорит, поехали в Китай Выступим там Но я, если честно, пока еще четко не решил Будем смотреть и уже отталкиваться от ситуации Все, дядя Сережа, потрясающие мускулы Можете написать комментарий, как вам Вот этот, не знаю, майк, как вам ролик Все, всем пока Пум